Севастополь Севастополь Севтеплосети ответили, что трубы Вокруг дома зона ответственности Управляющей компанией И направили обратно В итоге никто не приехал, ничего не сделал Изоляция труб старая, по периметру дома Ободранная, трубы греют воздух В одном месте из-за отсутствия Изоляции труба поржавела И отваливается кусками Скоро потечет Ситуацию, которую сегодня видим мы Немного отличается от фотографии Открыты участки, замотанные Видимо недавно Прогнившие трубы замотать замотали Но мы-то знаем, сделать просто так Этого недостаточно Нужно капитальное решение Тем более мы видим этот намотанный слой Совсем ненадежный Видно, что ранее Изоляция труб была капитальна Но сейчас все разрушено Все на поверхности Кто и когда будет это приводить в порядок И восстанавливать Идем искать ответы Трубы, находящиеся на придомовой территории То есть это те сети, которые находятся За границами Разграничения между Севтеплосетью и ГУПСУ Канкерман Должны ремонтироваться Соответствующим предприятиям Которые обслуживают эти сети Эти сети обслуживает Севтеплосеть, ГУПС Соответственно, обращаться нужно В то учреждение, которое их обслуживает Мы эти сети не обслуживаем Это не к нам Если идет авария на стояках Внутри дома Или какие-то вот эти Мы это делаем А чтобы сделать капитальный ремонт К кому обращаться? Капитальный ремонт сетей Делает фонд капитального ремонта Подведем краткий итог Этими трубами отопления Которые в этом доме расположены Вот так, на улице В управляющей компании не занимаются Там себе ответственность снимают Текущий ремонт на плечах предприятия Севтеплосеть Чтобы сделать капремонт Жильцы должны провести общее собрание Протоколы заявления Направить в фонд содействия К капитальному ремонту А дальше риторический вопрос Может управляющим компаниям Которые взяли на себя обязательства За содержание домов Пора содействовать гражданам В поисках правильных решений Брать на себя инициативу По написанию обращений, запросов Если они реально знают О проблемах жилых домов А не разделять зоны ответственности А это адрес Острякова 153 Здесь местные жители Жалуются на некачественную уборку Придомовой территории Недобросовестность коммунальщиков Убирают или не убирают Вообще, как это происходит? Видите, нет? Ну, убирают, но некачественно Ну, грязно Все в пакетах, бумагах Прямо страшно Сейчас почему-то стало все хуже Вовремя не убирается мусор Хотелось бы, чтобы чище был город И, знаете, порядок был Район другой, а вопросы опять К управляющим компаниям У вас нет штатных сотрудников Почему вы наняли подрядную организацию? А это было, как это еще сказать-то Как-то дворники не идут Либо им там больше платят, чем мы можем им предложить А зачем вы наняли ранее сотрудники? Я не могу сказать, это было до меня Я в курсе, что, еще раз говорю И поступают, так скажем, периодические обращения На некачественную уборку Как часто производится уборка или должна производиться? По нормам уборка производится 6 раз в неделю А производится по факту? Ну, еще раз говорю У меня, как бы, есть информация, что ежедневно А у нас есть информация, что не ежедневно? Ну, хорошо, тогда я вашей информацией разберусь Как и широкий когда? Ну, я думаю, что завтра у меня уже будет здесь Директор подрядной организации И мы решим этот вопрос Подрядная организация, о которой сейчас шла речь Все чаще и чаще на слуху К слову, в других районах города, где она также ведет свою деятельность Немало негативных отзывов о ее работе Берем на контроль Как же приятно пахнет С проблемами на сегодня закончим Предлагаю немного прогуляться по городу Хоть синоптики прогнозируют похолодание А природа-то уже расцветает Надеемся, сильные морозы не ударят Как здорово, что мы живем в Севастополе И можем наслаждаться такой красотой Ведь правда же? Поделиться с нами мнениями Рассказать о событиях Можно, написав нам Или позвонив Контакты на экране А для вас работали Наталья Двойцына, Андрей Тымчук И это «Эстоверит» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин